Среднестатистический немец В плане отказа от наличных Таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Канада Цитата Почти 79% транзакций проводились при помощи наличных в прошлом году В то же время в Германии крупнейшей экономике еврозоны этот показатель составил 80% Отмечает Financial Times и поясняет Это подчеркнуло беспокойство ФРГ по поводу решения Европейского центробанка отказаться от обращения банкнот в 500 евро Экономически консервативные немцы полагаются на наличные И даже в своем банковском секторе предпочитают простые сберегательные продукты В частности, денежные вклады В отличие от Германии, в Швеции валюту используют только примерно в 15% аналогичных операций При этом использование наличных сокращалось в течение нескольких лет В прошлом году голландцы и эстонцы реже всех использовали бумажные деньги в еврозоне Здесь более половины транзакций проводилось в электронном виде Наличные настолько важны в еврозоне, что средний потребитель обычно имеет около 65 евро В своем кошельке, однако в Европейском центробанке заявили, что бесконтактные платежи Могут быстро увеличить количество электронных транзакций В таких продажах потребитель прикладывает свою карту или телефон к терминалу Мгновенно совершая мелкие покупки, часто даже без необходимости вводить пин-код Онлайн покупатели в США потратили более 1 миллиарда 520 миллионов долларов в день благодарения В этом году после двух слабых праздничных сезонов появилось больше охотников за товарами Так как розничные торговцы открыли свои двери рано накануне Черной пятницы Передает CNBC В начале праздничного сезона потребительские расходы выросли на 16,8% По сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 вечера в день благодарения Такие данные предоставили специалисты Adobe Analytics, которые отслеживали 80% онлайн-транзакций из топ-100 розничных сетей США Сильный рынок труда, рост фондовых рынков и цен на жилье до рекордных максимумов улучшили аппетиты покупателей в этом году Товары разлетались не только онлайн Как отметили розничные консультанты, которые отслеживают движение покупателей в США В магазинах скопилось большое количество народу Цитата Явка покупателей, очевидно, лучше, чем последние пару лет Автостоянки забиты, а торговые центры полны Сказал Крейг Джонсон, президент Customer Growth Partners Торговый аналитик Moody's Чарли Ошей, который был в округе Бакс, штат Пенсильвания Сообщил о сильном трафике в местных магазинах По его словам, в этом году на приток покупателей повлияли и хорошие погодные условия Черную пятницу придумали в США Она наступает сразу после Дня Благодарения И с нее начинается сезон рождественских распродаж Американские магазины открываются в полночь или рано утром И в первые часы работы выставляют максимальные скидки до 80% Власти Китая начнут субсидировать хранение и перевозку зерна Проекты по модернизации и строительству погрузочных терминалов и хранилищ в стране Предложила Национальная комиссия развития и реформ Китая Как пишет Рейтер, эти меры направлены на улучшение возможностей Этой области сельского хозяйства к 2020 году За последние годы в Китае, в особенности в северных районах страны Были отмечены проблемы с обеспечением логистики и хранения зерна Что приводило к скачкам цен, а также потерям больших объемов злаков Цитата Создание специальных фондов поможет снизить стоимость транспортировки зерна И повысить эффективность, говорится в документе Национальной комиссии Как отмечается, отдельные проекты по модернизации существующих объектов И созданию новых терминалов могут получить госсубсидии В размере до 100 миллионов юаней или 15 миллионов долларов В журнале Lancet Psychiatry появилось исследование, которое потенциально может помочь людям, страдающим от голосов в голове Кратко о нем сообщает издание Newsweek С 2013 года группа ученых изучала вопрос галлюцинаций при шизофрении И выяснила, что в борьбе с ними могут помочь виртуальные оппоненты Цитата Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона разделила 150 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет на тех, кто общается с аватаром и тех, кто ходит на сессии психотерапии, рассказывает газета Авторы отметили, что экспериментальное лечение совмещалось с приемом лекарств Врачи создали внешность и голос оппонентов со слов больных, описывавших свои внутренние голоса Затем они беседовали в течение 10-15 минут Разговор начинался с унижений и подавлений, похожих на те, что пациенты слышат в голове Но также виртуальные аватары отмечали упорство больных, когда те могли отказать в диалоге, смотря в лицо своей галлюцинации Через 4 месяца работы с аватаром пациенты рассказали, галлюцинации стали слабее и реже 7 человек заявили, что полностью избавились от голосов в голове